далее чем я там занимался что так припоздал в 11 часов хожу припоздал в 2008 году на тверской в ресторе я покупаю айпаде к сыну сын приехал дочь приехала интересно папка на телевидении что чё и как вот приехали там погостить ну просто правее про про ветрица бывает скаминска шахтинска ну вот пошли в этот дорогущий магазин рестор там все это и плавские вещи ну и что пожелали то я мне купил помните я говорил эх мамка вот я вырасту я своим детям все буду покупать ну так вот я пока мой айпадик дочки телефончик и в этот айпадик там значит два вида симкой и без симки симка это ты значит денежки там ложишь на нее и можешь использовать как телефон то есть и звонишь и и ходишь с ними и интернет везде берет а если без симки то интернет берет только там где фай фай есть фай воеваемой они тайной ну вот естественно этой симочка там папа попользовались немного надо деньги платите все это дело Подзабылась Тем более Сейчас стал вайфай везде Вот дома Отпала надобность в этой симке Вот он Женился Родились две внучки Все это такое По айпадику они смотрели Мультики, там сделали фотки, модки Все там такое Вот, все это хорошо Вот где-то недельки-две назад Значит, неожиданно этот айпадик Только гопа Заблокировался Заблокировался С формулировкой Что что-то там найти айфон Функция найти айфон Ее надо разблокировать И прочее, причем тут найти айфон И айпад Трудно сообразить Естественно Знаете, люди Как это Беспечные Никаких там этих Айди, параллель Не записали в свое время Чека не сохранили Но сохранилась коробка Сохранились Сохранились, значит, вот эти вот Билайновские данные В смысле, какой там Симочка была, номер и так далее Это сохранилось И вот Насколько я понял, что произошло Значит, все работало нормально Потом раз И вот такая вот Выскочила, значит Предупреждающая Надпись Найти айфон Найти айфон То есть Надо его отключить От этой функции Найти За За время неиспользования Номера Симки Значит, компания Там отслеживает свои номера Кто там платит Кто там не платит Естественно, номер Долго не используется Она его Опять продает Какому-то клиенту То есть У меня такой Вообще-то Был случай, что Раз Я там Зачем вот Эти Симки Ну, мне-то не надо Возможно, кому-то и надо Купил с такими Козырными номерами Ну, вот у меня Мой Номерочек Я его использую Еще с 90 Наверное Восьмого года Один и тот же Ну, вот И Этот Как бы сказать Номер Автоматически Туда перешел К новому Владельцу И возникло Вот такое Как бы сказать Не-не Это самое Нестыковка Естественно Apple Взяла Да, и заблокировала iPad И все Я сначала Так сказать Мне дали Вообще-то его Говорит Ты вот едешь В ростовский Центр Apple И ты там Это Пусть они сделают Они в этом деле То есть мы И не представляли себе Будем говорить Масштабы Этой проблемы То есть Вот я отдал Деньги Да За вещь Чтоб она работала Все За эту там Съемку И так далее И потом только Хоп Оказался Крайний То есть у меня Вещь не работает Хоть выбрасывай Так вот Прихожу Говорю Так и так Вот Это все мне Вот Надо тут Пароль Там Мароль Там Хрен его знает Какой-то Видите В 2008 году Как-то Мы еще Не были Подготовлены К таким Ситуациям И поэтому Наивно Все это Упустили Хотя сейчас Я на телефон Все свои Пароли И так далее Записал Мол Ничего не можем Сделать Ну вот Вам Телефоны Можете Позвонить В Службу Поддержки Apple Там Может решать Буквально Таки Сегодня Ночью Я так Посмотрел Видео Как это Там Дело Разблокируется Оказывается Оказывается Там Попадает Айпад Человек Там Допустим С рук Его взял Или еще Как-то Приобрел Но честным Путем Не украл И вот Случается Такая Проблема Он Даже Его Не покупал Но Не зная Вот этих Apple ID И паролей Его Просят Чтобы Он Предоставил Чек О покупке Данного Устройства То есть Не интересует Что У тебя Коробочка Что У тебя Это Что ты Вот Предоставил Свои данные Телефон E-mail Что это Ты А не Верблюд Какой-нибудь Ага Ну вот Чек Нужен И все И вот Он там Все-таки Этот чек Там Вспоминал Вспоминал Приобрел Я Я Значит Позвонил Сегодня Позвонил В службу Поддержки Apple Со мной Там Связался Вот Мы с ним Так мило Побеседовали Жена Контрольные Контрольные Сказал Выдали Захожу Тире Про Собака Mail.ru Телефон Та-та-та-та-та Все Сказал Значит Мы вам Перезвоним То есть У них Функция Вернее Услуга По восстановлению Чеком Оказывается Уже Так сказать Не я Первый Обращался Ну вот Ждем Вот Ждем То есть Вот я Столкнулся С Такой Бездушным Отношением Когда Можно По телефону Действительно Проверить Я Это Или Не я Это Они Проверили Кто Такой Я Не я И Назвал Номер Этого Устройства Серийный Назвал Еще Какую-то Там Опознавательную Штуку Этого Устройства Вот Мог бы Там Коробочку Показать Все это Такое Просто Разблокировали И все Нет Нет Вот Такего Хитросплетения Поэтому Чему Я Теперь Все Это Веду Это Уже Рекомендация Будет На Следующий Год При Покупке Каких-либо Устройств Обязательно Вот Вот Эти Вот Все Эти Ключевые Слова Там Пароли И так Далее Записывайте И Храните В Каком-то Не знаю Отдельном Месте Я Так Понял Не Столько На Телефоне Как В Другом Каком-то Месте Потому Что Телефон Если Заблокируется Вы Туда Не Войдете И Ничего Оттуда Не Выберите И Плюс Все Коробочки И чеки Тоже Надо Сохранять Потому Что Вот Эта Ситуация Посмотрите Она Случилась Раз В Десять Лет Но Случилось И Я К ней Оказался Видите Не Готов Теперь Вот Столько Таких Различных Шагов Столько Времени Что Можно Было Конечно Все Это Дело Бросить Кстати Видите Сожгли Эту Сцену И Ее Уже Убрали Или Она Вон Она Валяется Вот Это Одно Из Из Моих Наблюдений Жизненных Рекомендаций Я Стараюсь Все Как-то Знаете Чтоб Если Рекомендация Она Как-то В жизни Пригодилась И В основном Лучше Лучше Всего Постоянно Идет Обновление Программ Даже Знаете Телефончик Работает Нормально Ну вот Говорят Надо Обновить Программу То есть Все Ты Обновляешь Вроде Нормально Таре 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 Как-то Это Сам А Как бы Сказать Сейчас Выпускают Постоянно Новые Телефоны Под них Значит Пишутся Все Это Какие-то Более Мощные Программы И Оказывается Твой Старый Телефон Твой Старый Телефон Уже Ну Как бы Сказать Может Частично Там Не тянуть Эту Программу А Может Как Случилось Вот С Телефоном Жены В августе Покупаю Телефон Новый С Такой Небольшой Хороший Все Это Ей Взамен Там Старого Который Который Уже Проработала Там Столько Лет И Батарейка Батарейка Ну Пришла В негодность Из-за Просто Просто Из-за Времени Вот Не обменял А вот Купил Ага И что Он Работал Работал В августе И представляете Вот Вот Еще год Не кончился Уже Уже Где-то В ноябре Он Стал Неработоспособным Что такое Почему Вроде Новая Да Там Разные Предположения Вот И В том Числе Значит Что Что Стало Появляться У меня На телефоне У нее На телефоне Вот Звонят Мне У нее Это Отображается Ну Кто-то Мне Звонил Звонят Ей Все эти Звонки Отображаются У меня Я Попросил Чтобы Эти Устройства Отвязались Отвязывали Отвязывали А Воз И Ныне Там То есть Как Было Так И Осталось И Насколько Мы Своими Умками Решили Почему Он Так Быстро Разряжается Потому Что Постоянно Находится На связи С Моим Телефоном С Этим Самым С Другими Устройствами Там Их Дофига В доме Вот И Естественно Это Все Постоянно На связи Приводит К тому Что Батарейка Разряжается Быстро То есть Ее Поставили Грубо говоря Вечером Сто Процентом Утром Уже Надо Опять Заряжать Вот Вот С Такими Вещами Столкнулись Почему Все Это Разряжается И Специалисты Вот Так Вот Вроде Говорят Знаете Вот Как Влечение Ну Вот Так Вот Должно Быть Вот Так Вот А На самом Деле Происходит Совершенно Иначе То Он Он Должен Был От Отвязан От Всех Устройств А Тем Нем Он Продолжает Быть Привязан Ну Вот Такие Вот Вещи И Вот Эти Все Новые Программы Они Что Там Выпускаются Как Сказать Уже Не Для Старых Телефонов А Для Новых И Что Они Там Будем Говорить Делают Такое Непотребное Непотребное Что Получается Что Вещь Которую Ты Приобрел Она Тебя Разочаровывает